Привет, ребят! Я тут закупился фанерой для самого громкого в мире проекта. Я буду собирать колонку, которая будет громче всех возможных колонок, которые продаются на данный момент. А именно такие колонки, как патибоксы, все включая тысячную модель, эта колонка должна быть громче, и даже громче, чем саундбокс второй, хотя это сделать несложно, потому что мой прошлый проект XPL, который и так был очень громкий, набирал более 122 дБ. Естественно, ребят, учитывайте, что речь идет о портативных колонках, которые работают от аккумулятора и которые можно носить с собой. И мои проекты нельзя сравнивать с автозвуком, потому что там можно использовать неограниченное количество аккумуляторов, которые перевозятся на автомобиле, и поэтому в автозвуке можно получить так много мощности, и соответственно очень много дБ в маленьком пространстве в автомобиле. А в портативных колонках у нас нет автомобиля, мы будем раскачивать открытые площади, где звук очень быстро теряется, и нам нужна очень большая мощность при маленьком весе. И для этого проекта нам потребуются разные брусочки, тонкие для того, чтобы проглеить углы, а толстые для того, чтобы сделать распорки между передней и задней стенкой. Также нам потребуется очень много разнообразного клея, чтобы все это склеить, потому что я не буду использовать ни гвозди, ни шурупы для сбора этого короба. И много дермоклея для того, чтобы приклеить усилитель и аккумулятор внутри корпуса. Теперь осталось дело за малым, надо просто склеить короб подходящего размера, после чего я уже буду в нем делать отверстия под динамики. Продолжение следует... В итоге у нас получился вот такой 12-сантиметровый короб в толщину. Это необходимо для того, чтобы уменьшить объем воздуха, потому что в этом коробе будет пассивка, а ей необходим маленький объем воздуха, для того, чтобы она лучше двигалась и выдавала больше басов. Осталось сделать два больших отверстия под большие динамики, одно большое отверстие под пассивку и два небольших отверстия под твиттер. Колонка будет иметь стереозвук. Не совсем ровно получилось выпилить отверстия, но я думаю, это не страшно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так в общем будет выглядеть колонка полностью в сборе. Теперь я должен убрать все отсюда динамики и установить усилитель и аккумулятор, после чего я вставлю динамики на место и мы уже включим эту колонку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот, ребят, почти уже готово. Осталось установить динамики. Внутри в коробе сейчас стоит усилитель, аккумулятор и также кнопка включения питания. Вокруг больших динамиков имеются распорки для того, чтобы конструкция была более стабильной. Внизу короба установлен аккумулятор, кнопка включения и разъем зарядки. На верхней части расположен стереоусилитель класса D. В этом видео я вставлю динамики и мы немного послушаем, как этот проект звучит. После чего в следующем видео я уже буду делать внешний вид этого проекта, если мне понравится звучание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне не платят весь день, я считаю, что меня ограбили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, мы уже на улице. Сейчас сделаем пробное включение. Посмотрим, как звучит колонка на большом расстоянии в 10 и в 15 метров, после чего уже будем делать замер громкости на расстоянии 1 метра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА